А теперь о новостях спорта. В детском саду «Сказка» второй год проходят большие лыжные старты в рамках серьезных соревнований «Лыжня России». Как начинается спортивная биография будущих чемпионов? Узнаем из следующего репортажа. Все эти малыши участвуют в настоящих спортивных соревнованиях впервые в жизни. 100 ребятишек в возрасте от 5 до 7 лет вышли на старт, чтобы поддержать всероссийское движение за здоровый образ жизни. К соревнованиям юные участники готовились давно. Всю зиму физкультурные занятия у ребят проходят на открытом воздухе, на собственном стадионе во дворе сада. Девчонки и мальчишки с удовольствием играют в хоккей и катаются на лыжах. Сбережение и укрепление здоровья воспитанников – одна из приоритетных задач детского сада «Сказка». И педагог Нина Александровна Ковалева со своей стороны делает для этого все возможное. Детям очень нравится физкультурное занятие, особенно на лыжах. Главное, чтобы дети были здоровые и счастливые. Дистанция пока всего 150 метров, но и их пройти на пластиковых лыжах по сырому весеннему снегу не так-то просто. Надо удержать не только равновесие, но и скорость. С палками дело пошло бы быстрее, но для таких маленьких спортсменов, увы, палки представляют не только опору, но и опасность. И потому применять их нельзя. Главное, ведь в подобных соревнованиях не результат, а участие. Новенькие пластиковые лыжи почти как у настоящих мастеров садик приобрел на областные средства. В комплекте 25 штук, чтобы можно было вывезти на лыжню сразу целую группу. Сложность пока еще, конечно, для детей, считаю, они и так молодцы, на пластиковых лыжах удержаться. Это очень, они же очень скользкие лыжи. Еще что сложность, то крепление мы буквально сделали только что. Дети тренировались на старых лыжах. Вот буквально только первую неделю дети вышли на пластиковые лыжи. Поэтому им было вдвойне сложнее. У них всего получилось два занятия тренировки. Наилучших результатов в соревнованиях добились те ребята, кто тренируется не только в садике, но и дома с родителями. Цветочная церемония награждения состоялась чуть позже, в актовом зале детского сада. Итоги были подведены отдельно по возрастным группам. Первое место занимает Лавкин Денис. Это, конечно, результаты мамы, я хочу сказать. Он долго тренировался и в детском саду, но и с мамой. Это большие заслуги родителей. Лучший результат в старшей группе показал также Иван Акипьев. А самыми быстрыми среди девочек стали Полина Клевцова и Аня Хазарджан.